Научно-практические конференции, посвященные теме родовых поместьй в МГУ на экономическом факультете, очень хорошо высказались о тех аспектах, которые могут решить родовые поместья. Могли бы Вы повторить вот эти тезисы, которые Вы тогда высказали? Да, я хотел бы сказать, что я к родовым поместьям, вот к этой теме, к этой проблеме, ну, занялся ей совсем-совсем недавно, буквально два года. И как только я услышал на одном подобном мероприятии, увидел этих людей, я сразу заразился. Это первое. Конечно, меня подкупил тот энтузиазм, та устремленность этих людей, одухотворенность их лиц. Просто невероятно. Я даже у фермеров начинающих этого не видел. И второе, почему я связываю некое будущее с развитием этого направления, это то, что родовые поместья я вижу как путь хотя бы приостановления, разрушения, исчезновения российских сел и деревень. Я считаю, что мы сейчас переживаем величайшую трагедию 21 века, исчезновения российского села. Я, как выходец из деревни, всю жизнь проработавший, посвятивший себя разработке каких-то вопросов аграрной экономики, я просто не мыслю, как может быть российские пространства, эти огромные, без деревень. И то, что предлагают официальные власти, наука, некоторые другие организации, то есть программы разрабатывают, выделяют какие-то средства помощи на то, чтобы замедлить исчезновения деревень, я считаю, это не решение проблемы. Это никак не повлияет. Ну, причину я вижу в том, что государство отказалось от реальной поддержки деревень, какая была даже в Советском Союзе. А у самих сельских жителей нет никаких сегодня ресурсов, никаких источников для того, чтобы поддержать хотя бы на том уровне, на каком они находились много десятков лет, инфраструктуру, свой быт, свою, может быть, местную культуру там и так далее. Поэтому я считаю, что родовые поместья, пусть не главное, но очень важное направление некоего замедления процесса исчезновения деревень, а может быть и восстановление, возрождение исчезнувших уже деревень. Спасибо. 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 Спасибо.